МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Слово школа ассоциируется у нас с партами, скучными лекциями и домашними заданиями. Но что, если вместо урока тебя ведут в мастерскую к известному художнику, а вместо пятерки с плюсом дают возможность провести собственную выставку? Интересно? Сегодня мы узнаем, кто и зачем учится в городской школе современного искусства. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. И у нас в гостях сегодня руководитель Владивостокской школы современного искусства Яна Гапоненко, преподаватель и критик Андрей Василенко, и ученица школы, и дизайнер Татьяна Максименко. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна, первый вопрос, конечно, к тебе. Что такое современное искусство? Что такое школа современного искусства? Чему можно научить в этой школе? Ведь каждый художник понимает искусство по-своему, ему нужна свобода выражений. Можно ли научить быть художником или кем-то еще? Я думаю, что ВШСИ это, в первую очередь, альтернатива привычно устоявшимся образовательным институциям в городе. И это возможность для начинающих художников, для тех, кто хочет себя попробовать и стать куратором выставок, и для тех, кто хочет научиться писать об искусстве, писать доступным широкому зрителю способом, образом, плюс научиться арт-критике так называемой, которой Владивостоки, в принципе, пока не существует. Это исключая, собственно, Андрея Василенко. Я кинокритик. Да, да, да. В общем-то, я всегда называю ВШСИ образовательной экспериментальной лабораторией, платформой, где начинающие ордители могут, во-первых, набраться теоретических знаний по искусству, по философии, по теории искусства XX века, что, в принципе, отсутствует в образовательной программе не только местных учреждений образовательно-классических, но и даже московских. И питерских, да, то есть на каком-то этапе просто перестают читать историю искусства до XX века, и, в общем-то, вот эти пробелы в любом случае нужно восполнять. Плюс это всегда очень живое взаимодействие с преподавателями, плюс это возможность практической деятельности, да, поиска нового зрителя для молодого художника, который, например, постоянно условно пишет в стол, да, а тут мы находим ему новые площадки и возможность, в общем-то, самореализоваться, найти того самого зрителя, да, получить вот эту обратную связь, которая сейчас для творческого человека очень важна. Музей современного искусства «Гараж», они вместе с Эд Маргином делают большую издательскую программу. Они, по-моему, в прошлом году выпустили замечательную книжку Джеймса Элтинса, известного искусствоведа, преподавателя, по-моему, Чикагского университета, точно не помню, которая так и называется «Почему нельзя научить искусству», в общем-то. И это очень подробный обзор, во-первых, системы образования в художественной, с античности до современности. Единственный вывод там, хотя очень интересно, через… он просекает просто целый большой пласт знаний, вообще педагогического знания, дектического знания, о том, что, в принципе, обучение искусству возможно только в качестве создания некой среды по анализу этого обучения и самих педагогических каких-то форматов. И, конечно, школа – это прежде всего попытка сформулировать сообщество, сформулировать среду, в которой уже креативные единицы так или иначе реализуются. Ну, мы обязательно еще вернемся к вопросу, получилось ли все-таки создать эту среду, ведь это уже пятый сезон, да, сейчас осенью начнется? Пятый сенестр – это начало третьего года, да. То есть три года уже существует школа? Два. Два, это начало третьего. Да. Яна, как ты начинала? Начинала ли ты одна? Какие ученики у тебя были в первом сезоне, в первом учебном году? Ну да, ну, в общем-то, необходимость в этом, она просто существует. Она не то чтобы назрела, а была. И это была осень 15-го года, я действительно, в общем-то, начала эту школу одна и просто каким-то образом подсоединились, да, подключились несколько художников. И мы начали в составе, там, по-моему, пяти человек, может быть, семи максимум. Вот Андрей был с нами с самого начала в качестве, да, образователя, и, наверное, можно количественно, да, обозначить этот рост, потому что интерес растет. И вот вчера у нас буквально был первый сбор, да, с новичками, вот в числе которых Татьяна, и это было около 35 человек, ну, то есть плюс, да, прежние участники, которые просто хотят продолжить, потому что у нас так или иначе добавляются какие-то образовательные курсы дополнительные. Да, мы существуем исключительно вот на собственной инициативе, да, пресловутый формат самоорганизации, без поддержки институциональной, в общем-то, что дает нам определенного рода свободы на эксперименты какие-то, да, на разработку авторских, да, образовательных курсов. Да. То есть, чтобы было понятно, да, наверное, зрителям, то есть школа существует там не за деньги государства, да, а за счет поддержки каких-то спонсоров, партнеров? Нет, за счет взносов участников, да, то есть существует вот постоянный состав Владивостокской школы современного искусства, который делает взносы, в общем-то, и таким образом мы существуем. То есть хочу поступить, я должна заплатить, например, на год вперед какую-то определенную сумму, или она разбивается по семестрам? Она может быть разбита, мы очень гибки, она может быть разбита помесячно, может быть единый семестровый взнос, ну, то есть как удобно человеку. В общем-то, это всегда очень открытая прозрачная система, да, это оплата преподавателям, это какой-то закуп материалов для выставок грядущих, в общем-то, такие организационные издержки. Ну, я смотрела программу, конечно, в программе у вас очень много встреч с разными художниками, да, вообще представителями современного искусства, вы ходите в мастерские, посещаете какие-то кинопоказы, лекции проводите. Я думаю, что Андрей нам должен рассказать, как вообще проходят эти лекции. Можно ли назвать преподавателей лекторами? Ну, дело в том, что вообще в современной образовательной системе, такой прогрессивной, особенно если мы говорим о гуманитарных дисциплинах, то лекции — это вообще формат устаревший. Многообразие и доступность информации позволяют ознакомиться сейчас с любому человеку, в общем-то, с тем или иным материалом. Более того, если вы еще и владеете иностранными языками, только плюс, то перед вами прям широкий набор информации и тех изысканий, которые были подготовлены специалистами за всю историю человечества и всю историю XX века. Более того, производство знаний в XX веке интенсифицировалось до невероятных масштабов. И главный формат — это, конечно, семинары, различные практикумы и обсуждения. То есть, в принципе, гуманитарные знания вообще рождаются только из диалога, нам бы там еще поведала античность. И мы делаем упор на то, что наши студенты должны быть вовлечены в обсуждение или в производство каких-то проектов непосредственно. И производство этих проектов сопровождается многочисленными, многоступенчатыми такими дискуссиями, обсуждениями и прочее. Это самое важное. Конечно, все очень любят слушать лекции, но это вообще занятие пассивное весьма. Прежде всего, пассивное по отношению к слушателю. То есть, он не вовлечен, а вот когда ему необходимо прочитать текст тот или иной, либо составить свое представление о том или ином периоде, историческом, либо эпохальном, скажем так, это намного интереснее. Это, в общем, стимулирует к производству чего-то нового. А это главная задача для художника, наверное. То есть, как и в любой школе, есть домашние задания, и, в принципе, они ничем не отличаются от домашних заданий в обычной школе. То есть, можно что-то прочитать? Или какие вообще? Ну, это в основном чтение и обсуждение текстов. И вот в этом году, ну, по крайней мере, я в своем курсе там введу ряд таких практикумов, когда мы просто ставим определенный вопрос без привязки к тому или иному тексту. Хотя, конечно, я рекомендую там список литературы определенной. Вот благо сейчас на русском языке уже очень много. Тоже, ну, как бы сделан переводок просто на русский язык, каких-то центральных теоретических трудов. И попытаюсь на этот вопрос, как бы, чтобы наши студенты ответили на этот вопрос в разных форматах. Будь то эссе, либо какой-то проект художественный, выступление, может быть, даже перформанс. То есть нам все-таки надо существовать в вариативном пространстве медиумов художественных. Ну, да, вот тот эксперимент, о котором я и говорила. Да, и вот у нас еще есть курс Валентина Матвиенко по истории философии. В общем-то, тоже по формату. Это в основном семинарские взаимодействия, да, то есть предложение прочесть ту или иную литературу, да, и, в общем-то, обсудить. Плюс ко всему у нас будут скайп-лекции, да, то есть онлайн-формат мы уже пробуем, успешно идет. И у нас будет скайп-лекция с кураторами и научными сотрудниками, вот обозначенного Высшего музея современного искусства «Гараж» московского. А еще вопрос, на лекции, на какие-то мастер-классы могут прийти все желающие или все-таки только ученики? Ну, опять же, конечно, более глубокое взаимодействие, да, с преподавателями, да, возможность практического воплощения, да, визуализации в виде выставки или еще в виде какого-то какого-то практического формата, она доступна, прочие бонусы, да, доступны исключительно вот участникам вот этого объединения нашего, да, нашим членам ВШСИ. Ну, есть так называемые всегда вольнослушатели, да, которые просто присоединяются, потому что им интересно та или иная тема лекции, например, или потому что мы просто занимаемся, в частности, в библиотеке БУК, а это открытая, да, общественно-городская площадка, одно из условий которых — это доступность лекций для всех. Поэтому, конечно, мы понимаем, что вольнослушатели, да, будут приходить в наши лекции интересоваться, мы только рады этому, но вот этот вот костяк, да, школьный, только он сможет взаимодействовать вот с преподавателем, делать свой итоговый проект и так далее. То есть вот конкретно обучаться в полном смысле. Я просто добавлю, что и мои лекции, и лекции Валентины, и вообще лекции других преподавателей — это как бы внешняя часть вот этого образовательного процесса, все-таки его сердцевина, и дро — это практические занятия на уровне взаимодействия. Даже не обязательно с преподавателями друг с другом, прежде всего. Потому что обсуждение, ну, как бы любое сценарийское занятие, оно подразумевает не только обсуждение с преподавателем того или иного текста и разбор той или иной работы, да, какого-то знания, но прежде всего друг с другом. В общем, формирование сообщества — это основная миссия и основной инструмент одновременно. — Было бы интересно теперь спросить у Тани. Таня, как ты взаимодействуешь в этой среде с другими учениками вообще? Что ты уже успела получить от обучения? — Я присоединилась к школе в конце прошлого семестра, да, я сходила весной на пару лекций. И мне очень понравилось. Изначально я не проявляла интереса к этой школе, так как я не особо видела перспективы свои на этом поприще, так сказать. Но потом, когда я сходила на лекцию, она мне показалась очень свежей, очень информативной. Это совершенно другая подача, нежели в университете. И меня очень вдохновило то, как был подан материал. Мне захотелось разбираться, захотелось читать и, собственно, делать свои какие-то проекты, знакомиться с ребятами. То есть я даже не ожидала от себя такой реакции, но я совершенно точно поняла, что этот формат мне подходит. И это именно то сообщество, частью которого хочется быть. Потому что люди очень открытые, люди очень доброжелательные и готовые к действию, что немаловажно. Да, мне кажется, на таких парах, можно так сказать, на таких уроках уснуть просто невозможно, да, потому что это совсем другая история, нежели университеты, да, когда ты приходишь, буквально из-под палки многие ходят и учиться, собственно, и не хотят. То есть это выбор каждого получается. Почему ты все-таки решила поступить? У тебя же было образование, наверное, куда-то? Да, я сейчас на последнем курсе дизайнера архитектурной среды. И я считаю, что культурная среда и среда искусства, она неотъемлемая часть моей профессии. И чтобы свободнее себя чувствовать, чтобы глубже чувствовать свою профессию, мне необходимо взаимодействовать с людьми, у которых есть внутри вот этот потенциал, запал, которые хотят что-то делать, выходить за какие-то рамки, потому что обучение в университете, у моей специальности, оно безумно интересное, но в какие-то моменты ты чувствуешь сухость подачи, допустим, проекта или какие-то регламенты, снипы, госты, разные правила, которые тебя загоняют в рамки. А по большему счету это люди идут, которые любят творчество, тоже вот очень вдохновленные такие. Ну и, собственно, для меня это некая свободная среда, которая дает мне вдохновение для новых рабочих идей. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы уйдем на короткую рекламу, после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем говорить о новом сезоне в городской школе современного искусства. Яна, вот мы закончили на вопросе о сравнении каких-то государственных институций, которые учат искусству, если можно так сказать, и о школе современного искусства, которой занимаетесь вы. В чем еще есть разница? И не приходят ли преподаватели, не говорят ли о том, что чему вы непонятному такому учите детей, не лучше ли им пойти в настоящий университет? Мол, что это какая-то школа, которая не имеет под собой никакого основания. Безусловно, мы приветствуем и ждем людей с каким-то бэкграундом, так называемым, в сфере гуманитарного знания, но, в общем-то, открыты любым участникам. Такие примеры, критики со стороны даже профессионального сообщества городского, они, безусловно, поступают, эта критика поступает, и, в общем-то, не знаю, от нее, наверное, никуда не деться, это нормально, и дело в том, что сейчас система высшего образования в принципе находится в кризисе, и это ощущает на себе подавляющее, наверное, большинство выпускников, поэтому это просто свежая попытка, да, обучить другим способом. Нет, ну, у нас, по-моему, даже председатель правления Сбербанка высказался о том, что образовательная система костная, которая, как бы она не костная, она была просто разработана и выкристывалась в 19 веке, в общем, конечно, она не отвечает вызовам современности, абсолютно нерелевантно. Ну и самое главное, мы же не указываем на то, что это истина в последней инстанции, тот метод, как бы, это очень эластичная система, куда постоянно рекрутируются какие-то новые силы, и почему-то называется лабораторией. Просто мы использовали слово школа, чтобы хотя бы как-то наметить некую близовость, образовательные инициативы, и самое главное, для привлечения внимания, да, очень сложно привлечь внимание к лаборатории. Лаборатория у нас вообще, это такое слово, которое ассоциируется с естественными науками, с пробирками, с лягушками, с чашками Петри. Я хотела сказать, что вот подход Андрея, да, преподавательский, он, в общем-то, такой междисциплинарный, да, то есть Андрей читает, если мы говорим о формате лекции, да, в том числе и об архитектуре, да, то есть он с разных сторон, да, пытается объяснить феномен. Ну, о фотографии вообще, ну, показать, что 20-й век, где разбывая, где вообще уже не существует такое понятие, как стиль, в принципе, художество, да, стиль. 20-й век, где, в общем, уравнялись полностью все художественные медиумы, то есть если, например, когда-то в домодерновую эпоху живопись являлась как бы действительно изящным искусством, высоким искусством, то, не знаю, резьба по дереву, то это уже как бы нечто низкое. То есть сейчас нет уже иерархии медиумов художественных, то есть для художника главное найти свой медиум и, в общем, выразить тот мир, которым конструирует себя в сознании. Ну, и, в общем-то, у нас много, многие из наших участников, это нынешние либо ученики, либо выпускники и Академии искусств, и искусствоведческой кафедры ДВФУ, то есть люди совмещают. Они и там берут, что им нужно, и здесь берут, что им нужно, и выходят дальше. Мне еще кажется, огромный плюс у школы в том, что учеников мало, и, в принципе, преподаватель каждый может уделить достаточно большое количество внимания каждому ученику, да, и взять какой-то проект, и довести его от начала и до конца, правильно? Что не всегда получается, наверное, в университетах. Я бы хотела добавить, что здесь и взаимоотношения ученика и преподавателя строятся по-другому, то есть ты этого человека можешь увидеть абсолютно где угодно, то есть на каких-то культурных мероприятиях, он находится в той же среде, что и ты. И ты свободно можешь подойти, спросить, что-то узнать, поделиться, пообщаться. Это раскрепощает, и ты, когда слушаешь этого человека, это вызывает гораздо больший отклик, нежели когда это какие-то очень строгие отношения вне, то есть внутри учебного заведения. Безусловно, у нас как бы логики ментора-ученика вообще не существует. И она, на мой взгляд, просто уже устарела и нерелевантна. То есть больше обмен опытом? Ну, это то, что называется демократизация учебного процесса, то есть когда все равны, так или иначе. А чем школа во Владивостоке отличается, скажем, от школ в Москве, а в Санкт-Петербурге, ведь там тоже есть свои какие-то образовательные проекты? Ну, это, опять же, всегда локальная, в общем-то, да, цитирую Андрея, попытка создать сообщество здесь, да, она такая же, в принципе, и в Москве. И, условно, сообщество молодых художников Москвы, да, делится на выпускников школы мультимедийной Родченко, на выпускников Института проблем современного искусства ИПСИ, на выпускников Института база, в котором я тоже училась. В общем-то, это тоже такие условные кланы. Конкурирующие? Наверное, наверное. В общем-то, в регионах инициативы, я вот сейчас не вспомню так, образовательных в сфере современного искусства, но я уверена, они есть. Ну, они есть. Вот при ГЦСИ, государственных центрах современного искусства, там, в нескольких городах, где они действуют и являются вообще центрами культурной жизни, там, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Владикавказе. Ну, у нас, к сожалению, нет филиала этой институции государственной. В общем-то, я больше, наверное, ничего не знаю. Ну, в Москве дело в том, что там и в метрополиях, в принципе, достаточно большое количество сильных преподавателей и вообще акторов современной художественной сцены. И, конечно, в этих школах, в общем-то, звездные преподаватели, известные кураторы, причем известные не только в России, но и доказавшие свою состоятельность и оригинальность типа собственного подхода на международной сцене, в том же Родчинке, например, Ветерина Юрьевна Дегут, да, преподает, в общем-то, всемирно уже известный куратор. Но мы стараемся их, вот, Яна, точнее, не мы, Яна старается рекрутировать, и периодически у нас какие-то приглашенные есть лекторы, которые либо приезжают, либо также ведут через скайп-сессии те или иные лекции или мастер-классы. И, в общем-то, если не ошибаюсь, с большим интересом отзываются или без всяческого столичного снабизма. Да, да, это интересно. То есть это и в том числе для них, да, интересное взаимодействие с молодым сообществом, да, сообществом Демо-Стока. Ну да, за пределами метрополии вообще. Ну, от тебя могу добавить, что мне очень повезло поприсутствовать на нескольких лекциях. Я была на лекциях Андрея и еще одного куратора из Москвы. Наталья Смолянская. Да, да, про нее как раз тоже говорили. И я тоже была удивлена, насколько она искренне относилась к ученикам, которых она видела в маленький экран своего ноутбука. Это сложно. Да, как она все равно хотела поделиться, что-то передать. И просила, даже когда время выходило, не останавливать лекцию, а хотела еще чем-то делиться. И говорила, звоните мне, пишите с любыми вопросами. То есть хочется сказать о том, что не обязательно ехать в Москву, правильно, за каким-то знаниями. Это одна из задач. Есть у нас школы, да, сократить этот поток. Отток. Отток. Поток оттока. Тогда, может быть, стоит рассказать вообще, что делать тем, кто хочет учиться в школе современного искусства, какие шаги нужно сделать, и вообще, сколько еще будет длиться набор, можно ли прийти после набора. Ну, вы знаете, мы сейчас объявили набор, так как разработали образовательную программу вот на ближайший семестр трехмесячный, да, с октября по конец декабря. Соответственно, стандартно, классически, как у нас обычно бывает, зимний-весенний семестр, он длится дольше, он длится пять месяцев. И, как правило, заканчивается некой групповой выставкой. Так вот, к этому семестру все еще, в принципе, можно присоединиться, потому что, ну, вот эта неделя у нас такая шатковалка, и организационно-вводная, соответственно, если есть желание, да, на нас можно всегда выйти, набрав Владивостокскую школу современного искусства во всех соцсетях и написав, и, в общем-то, заполнить анкету, да, когда ты заполняешь анкету, ты все равно рефлексируешь, так или иначе понимаешь, зачем тебе это надо. В общем-то, прийти, связаться со мной, прийти на собеседование и быть в команде. А, то есть еще нужно пройти собеседование? Да, ну, очень условно, да, то есть вчера мы просто устроили такое групповое, групповое первую встречу, групповый разговор, где все познакомились и поняли, на том ли мы месте находимся, сели, да, разобрались своими мотивациями быть художником или заниматься еще искусством каким-то образом. Но если все-таки кто-то еще не определился, то он может прийти как раз-таки для того, чтобы какой-то выбор в конце сделать. Да, мы открыты и ждем всех. Тем более у нас в любом случае в декабре, скорее всего, будет еще один новый набор, да, потому что образовательная программа немного дополнится на, соответственно, второй семестр этого года, уже на шестой с момента нашего открытия. Андрей, Яна, Таня, спасибо вам большое, что вы пришли, что вы рассказали про школу. Я думаю, что новый набор, новый сезон, он будет не менее успешный, чем предыдущий, и что школа на самом деле ждет большое интересное будущее, что появится какая-то, возможно, поддержка со стороны финансовой и партнерской, вообще любая. Да, было бы неплохо. Мы тоже для этого открыты, потому что даже вот, говоря о филиалах ГТСИ, которые устраивают свои образовательные инициативы, все-таки это институциональная поддержка, это то, возможно, чего нам чисто финансово не хватает для того, чтобы встать на более такие стабильные рельсы. Ну и расширить, прежде всего, количество образовательных программ и рекрутировать большее количество различных лекторов, специалистов вообще в разных областях, потому что все-таки не обучение, а формирование этой среды, откажемся от слова обучения, оно предполагает взаимодействие специалистов самых разных областей. Это уже давно понятно, что современная гуманитарная сфера – это междисциплинарный вообще процесс сам по себе. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое, что пришли сюда. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продана. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»